Здравствуйте, друзья, еще раз. Как я и говорил, я беру 15-ю фанеру, распускаю ее на своем станке. Но распускать было довольно неудобно, так как не было упора, потому что стол маленький. И я не могу использовать универсальную линейку. У меня получаются вот такие 4 части, соответственно, 2 торца и 2 перекладинки, можно так их назвать. Далее я использую свой новый пневмоинструмент и сшиваю все, предварительно промазав клеем Тайтбанг. Сшивал, кстати, на 25-й гвоздь. Здесь я решил усилить конструкцию, предварительно отпилив две фанерки, ну как реечки, и поставив их ровно посредине двух отрезков. Тем самым я усилил конструкцию. Изначально я на самом деле просто хотел повесить полку в горизонтальном формате. В дальнейшем я пришиваю задник, это пятая фанера. Также пристреливаю все степлером, тут даже не стал заморачиваться, промазывать клеем. И прохожу все кромочной фрезой, фрезером. Убираю остатки, излишки, соответственно. Листик идеально подошел, он был практически тютелька в тютельку, с зазорами там по сантиметру буквально. Я убрал это все фрезером. Супер! Вот такая башенка у нас получается. И мы в дальнейшем делаем полочки. Полочки прям идеально подошли. Это последний остаток фанеры, кусочек, который я использовал. Получились две полки из этого куска. Это максимальное идеальное распределение материала. То есть из остатков у меня было несколько тонких обрезков. Также пристреливаем все на гвозди. Такое расположение полок я выбрал не случайно, так как в середине решил использовать подвес для рашпилей и тому подобных длинных инструментов. Далее берем брусок и шестисотую наждачку и проходим все неровности, ворс и тому подобное. Продуваем все продувочным пистолетом из компрессора и, соответственно, красим морилочкой цвета лиственницы в пару слоев. Ну, буквально полчаса между слоями. Получается такой замечательный желтый цвет. Очень интересно выглядит на самом деле фанера в этом цвете. И вот такое чудо мы получаем. Буквально за 40 минут я его сделал. Ну, по мне это супер. Спасибо большое за просмотр. Мне очень приятно. Вам обязательно стоит рассказать об этом друзьям, поставить лайк. И как бы... Ну, я просто кайфую от того, что я делаю. И я уверен, что... Дальше будет лучше и будет гораздо круче. Спасибо большое за просмотр. Всего хорошего.